Послание Отца Абсолюта 9 сентября 2020 года Архангелы Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я расскажу вам о том, кто такие Архангелы и какую роль играют они в жизни человека. Если совсем коротко, то это Ангелы более высокого ранга, что и отражено уже в самом их названии. Место их обитания – с шестого по восьмое измерения, так как границы между этими тремя измерениями довольно условны. Как они связаны с Ангелами и Хранителем отдельных людей? Тематически, поскольку, как вы уже знаете, у каждого из Архангелов есть свои четко определенные обязанности. Так, Архангел Михаил – ваш главный защитник от сил тьмы. Архангел Рафаил специализируется на целительстве. Архангел Серафим помогает людям в их духовном пробуждении. Архангелы Метатрону, Реила, Гавриил взяли на себя роль ваших проводников в пятое измерение. У каждого из Архангелов есть множество помощников – Ангелов среднего звена, которые уже непосредственно общаются с Ангелами-Хранителями людей. Как видите, и у сил света существует своеобразная иерархия, но она не имеет ничего общего с той, которая создана темными силами, поскольку в ее основе лежит любовь, единство и божественная целесообразность. Силы света, в отличие от темных сил, отнимающих у человека энергию, всегда отдают ее, делясь лучшим, что у них есть. Их главной задачей является подтянуть отстающих, вывести их на более высокий уровень существования путем раскрытия их божественной сути и творческого потенциала. И чтобы лучше справиться с этой задачей, у каждого из Архангелов существует четкое распределение обязанностей и своя ангельская команда. Эти светлые существа тоже избрали свои миссии служения человечеству, но поскольку вибрационно они больше оторваны от людей, то взаимодействуют с ними через Ангелов и Ангелов-Хранителей, чьи вибрации же позволяют соприкоснуться с энергетическим полем человека. И такое многоступенчатое общение имеет много преимуществ, главным из которых является постепенная адаптация энергии высоких вибраций, в которых пребывают Архангелы, к тем, которые может принять уже человек. Так, например, обращаясь за помощью к Архангелу Михаилу, вы сами, того не сознавая, передаете свою просьбу к нему через своего Ангела-Хранителя, который, в свою очередь, находит курьера в ангельском войске Архангела Михаила. Таким образом прокладывается энергетический коридор, через который ваши вибрации подтягиваются до более высокого уровня, в результате чего ваша просьба бывает услышана. Все это происходит в доле секунды, так же, как и оценка ситуации со стороны сил света. И в зависимости от того, насколько серьезна и опасна для вашей жизни данная ситуация, вам на помощь посылается то или иное существо света. А порой и сам Архангел Михаил принимает участие в битве за ваши души, если видит, что силы тьмы пытаются причинить вред человеку, вышедшему на служение. Иногда, родные мои, такая помощь приходит к вам и без вашей просьбы, поскольку ваш Ангел-Хранитель всегда на посту. И особенно тщательно он охраняет вас ночью, когда вы особенно уязвимы, подвержены влиянию астрального мира. Именно поэтому вам иногда снятся кошмарные сны. Они являются отражением астральных битв, которые свершаются на тонком плане в защиту вашего энергетического пространства от чужеродного вторжения. Поэтому, пожалуйста, не забывайте перед сном ставить энергетическую защиту из огня вселенской любви, дабы облегчить работу вашим неутомимым защитникам на тонком плане Земли. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...